Разберем один из инструментов рисования в GIMP, который называется «Плоская заливка». Для того, чтобы активировать этот инструмент, нам необходимо зайти в пункт меню «Инструменты», далее «Рисование» и выбрать здесь «Плоская заливка». Или щелкнуть по специальной пиктограммке на панели инструментов. В результате у нас откроются настройки данного инструмента, где мы можем изменить их. И если вы изначально здесь сделали какие-то изменения, не забывайте, их можно сбросить, щелкав по специальной кнопке «Возвращение настроек по умолчанию» данного инструмента. Перед тем, как ответить на вопрос, что такое «Плоская заливка» и как ее использовать, давайте вспомним и познакомимся, что такое цвет переднего плана, цвет, соответственно, фона, и как задавать нам цвет переднего плана и, соответственно, цвет фона. Для того, чтобы выбрать цвет, у нас есть специальный значок в виде двух квадратиков. Первый, самый верхний, отвечает за цвет так называемого переднего плана активного, а нижний, отвечает за цвет фона. Рядом есть специальные два небольших значка, две стрелочки, которые меняют этот цвет местами. Если, например, у нас был выбран разные цвета, и мы хотим, например, сделать так, чтобы цвет фона стал цветом переднего плана, а переднего наоборот фоном, то мы щелкаем по этому значку. Если нам необходимо сбросить значение цвета по умолчанию на белый переднего, то есть на черный переднего плана и так называемый белый цвет фона, то есть специально небольшое миниатюрное изображение вот этих двух квадратиков, такая иконка, кнопка, которую мы можем нажать, и в результате которых данный наш инструмент выбора цвета сбросится по умолчанию. Для того, чтобы выбрать любой из цветов, который нам необходимо, и применить его, соответственно, для цвета, например, переднего плана, нам необходимо просто один раз щелкнуть по данному квадратику, и в результате у нас появляется окошко изменения цвета переднего плана. Здесь мы можем задать цвет переднего плана и подтвердить это изменение. Точно таким же образом изменяется и цвет фона. Это самый простой способ. Для более точного настройки цвета можно использовать специальные окна диалога, зайти в стыкуемые диалоги и здесь найти цвета. С помощью вот этой небольшой панельки можно использовать настройки, соответственно, цвета и делать все то же самое. Здесь верхняя, вот эта специальная панель, отвечает за цвет переднего плана, мы его меняем, обратите внимание, здесь тоже меняется. Вот, а нижняя, соответственно, отвечает за цвет фона. Это если для удобства и быстрой настройки цвета. Очень удобно использовать. Сейчас закроем это окно. Теперь давайте изучим и рассмотрим, как же работает данный инструмент, плоская заливка. Дело в том, что большинство инструментов рисования, таких как кисть и карандаш, они являются интуитивно понятными. То есть, как в обычной жизни, мы если берем кисть, мы рисуем, карандаш, соответственно, чертим. И если мы берем, например, ведерко с краской, и мы можем использовать эту ведерко с краской, если мы зальем некую область какой-то краской, и она в результате окрасится. Вот, в принципе, аналог именно такого же механизма у нас есть и в графическом редакторе GIMP, который называется плоская заливка. И сама пиктограммка, и сама иконка напоминает ведерко с краской, и этот смысл сразу становится понятен. Как же работает наша плоская заливка? Дело в том, что у плоской заливки можно выбрать тип этой заливки. Заливать цветом переднего плана, заливать цветом фона или текстуры. Также область применения. Это залить все в отделение, залить похожие цвета, подчеркиваю, это похожие цвета, и залить как контурный рисунок. Также мы можем настроить дополнительный поиск похожих цветов, то есть установить так называемый порог. То есть какие цвета будут закрашиваться, заливаться заливкой, и, соответственно, здесь мы можем это изменить. Также есть специальный пункт, как, например, залить прозрачные области. Будут ли затрагиваться прозрачные области при заливке или нет, если данный параметр, например, у нас активен, или, например, снят данный значок. Также используется система сглаживания. Есть еще пункт «Сводить слои». Это когда учитывается цвет верхнего слоя. Мы на это посмотрим на отдельном примере. И, соответственно, соседние по диагонали. То есть учитываются ли пиксели, расположенные по диагонали от той точки, того пикселя, на который мы первоначально щелкнули для заливки. Также имеются режимы по умолчанию. Это нормальный. И управление так называемой непрозрачностью. Теперь давайте произведем заливку. Посмотрим, как этот инструмент работает. У нас уже выбран цвет. Пусть он и остается. Цвет переднего плана. Режим у нас в данный момент – это закраска с цветом переднего плана. И давайте поменяем местами. Вместо слова «Залить похожие цвета» выберем «Залить все». Соответственно. И если мы сейчас, например, нажмем, то мы произведем залитие всей вот этой белой области тем цветом переднего плана, который в данный момент мы выбрали. Если же мы здесь теперь поменяем цвет фона в настройках и снова щелкнем, то эту область мы уже зальем цветом, соответственно, нашего фона. Я хочу сказать, что вот этот механизм «Залить все» сопоставим с тем, что если бы мы взяли, схватили левой кнопкой мыши, удерживая, перетащили данный цвет непосредственно на нашу область, которую мы хотим выделить. Это практически одно и то же. Но это делать намного проще, чем залезать в настройки данного инструмента. Чтобы сбросить, соответственно, наш цвет, можно щелкнуть по специальной иконочке ниже вот этого пиктограммки. И, например, мы можем опять же залить белым фоном. Теперь давайте рассмотрим следующий пункт – текстурой. Я думаю, это очень просто и понятно. Мы выбираем нужную нам текстуру и можем произвести залитие, соответственно, некой текстуры нашу область. Отменим действие. Правка. Отменить действие. Теперь давайте посмотрим, как же будет работать этот инструмент, если мы область применения изменим «Залить похожие цвета». В этом режиме, в принципе, сам инструмент всегда находится по умолчанию. Если у нас есть, например, некая область, которую мы сейчас создадим с помощью выделения. Давайте ее зальем любым цветом. Снимем выделение. Выделение. Снять выделение. Снова переключимся в наш инструмент. Здесь поставим цвет фона. Любой. Здесь выберем цвет переднего плана. Здесь «Залить похожие цвета». Все остальные пункты мы оставим без изменения. Обратите внимание, что сейчас будет происходить. Если мы переключимся, например, сейчас в режим «Залить все выделенное» и щелкнем, то мы зальем все, что находится на изображении. Отменим действие. Если же у нас, например, «Залить похожие цвета», то при заливке будут заливаться только те области, соответственно, похожего цвета, которые мы, соответственно, пытаемся залить новым цветом, который мы в данный момент выбрали. Отменим действие. Таким же образом мы можем залить, например, только центральный, наш прямоугольник. Отменим все действия. Как я уже сказал, плоская заливка, она может заливать, как некую область, ограниченную другим цветом, заливать все изображение наше, весь наш слой, соответственно, все, что там находится. Также мы можем заливать, прежде всего, это области выделения. Мы можем создать прямоугольную, например, область, или эллиптическую, любую другую, это не важно. И уже, применяя этот инструмент, соответственно, в режиме «Залить похожие цвета», значит, и если мы сейчас, например, наведем на область, соответственно, ту, которая у нас сейчас выделена, у нас сразу курсор меняет значок с запрета за пределами, и в центре уже можно применять данный инструмент. Если мы пытаемся сейчас нажать за пределы выделенной области и закрасить ее, соответственно, залить, у нас ничего не получится. Но как только мы наведем на область выделения, после этого, соответственно, данная область у нас закрасится. Выделение, снять выделение. То есть, этот инструмент достаточно прост, с одной стороны, его очень легко можно использовать. Вот, главное только понимать, чем хотим мы заливать, цветом переднего плана, цветом, соответственно, фона, и обязательно учитывать область применения, когда мы заливаем все, или, например, заливать похожие цвета. Есть же еще в гимпе такая область применения, как залить, как контурный рисунок. Это очень бывает полезно, особенно для художников, и это можно сопоставить с так называемой, с закраской некого книжки, где у нас раскраска, где мы можем закрашивать контурные рисунки, как детская раскраска. И вот, в принципе, это чем-то напоминает этот инструмент. Вот у меня есть тестовое изображение кольца с небольшой прорезью. И обратите внимание, как будет работать вот этот инструмент. Сначала мы его переключим, как залить похожие цвета. Цвет у нас выбран. И попробуем залить, что получится, щекнув по центральной части, ограниченной вот этой области. И вы обратите внимание, как будет заливаться цвет. Он как бы выйдет за эти пределы. Краска вытекает и обтекает все вокруг. Это, если можно проще так сказать. Отменим действие. А если мы этот инструмент переключим, залить как контурный рисунок, и снова щелкнем по вот этой центральной части, то обратите внимание, как происходит залить. Даже хоть у нас здесь область, она разделена, и краска может вытекать. Здесь происходит расчет, который мы можем задать в настройках и параметрах. И закрашивается только эта область внутри, даже если она разорвана. То есть есть разъединение, соответственно. Этот инструмент достаточно полезный. Его можно сопоставить с таким инструментом, как наподобие такой умной заливки. Теперь давайте взглянем, как же ведет себя, если у нас имеются прозрачные области. Мы опять давайте вернем инструмент в область применения, так называемого, залития похожие цвета. Здесь у нас есть пункт включенный «Залить прозрачные области». и снимем данный этот параметр, данный крестик. И попытаемся залить выбранным цветом переднего плана. У нас ничего не получается. Правильно. Потому что у нас снято, соответственно, залить прозрачные области. Если мы снимаем это ограничение, соответственно, и снова щелкнем, то область вокруг, которая была вот эта прозрачная, она будет заполнена, соответственно, цветом. Залита. Отменим действие. Если же мы опять вернем этот параметр, то это очень бывает полезно. Вот у нас имеется мазок кистью. Мы не можем закрасить прозрачную область, соответственно. Но не прозрачная, то есть эту область, которой данные занимает кисть, мы можем спокойно залить цветом. Обратите на это внимание. Теперь давайте посмотрим, как данная наша вот эта заливка ведет себя, если у нас есть такое понятие, как сводить слои. Вот у нас есть тестовое изображение. Давайте мы даже просто сейчас очистим его полностью, то есть будет просто белая заливка. Создадим еще дополнительный слой. На верхнем, самом верхнем, мы создадим некую прямоугольную область. Вот, зальем ее, ну, давайте обычно черным, пусть он и будет таким. Вот, обратите внимание, верхний слой у нас вот он, это представлен, на нем изображен вот этот черный прямоугольник, выделение мы сейчас снимем, а нижний у нас просто обычный лист, лист, как белый лист. обратите внимание, в данный момент у меня сейчас будет выделен и он будет активным нижний слой. Переходим в настройки инструмента плоская заливка. Здесь давайте сбросим настройки и выделим пункт сводить слои. Этот механизм работает только когда у нас видимы верхние слои, обязательно учитывайте это. Мы находимся на нижнем слое, который называется фон. Обратите внимание, хотя наш слой перекрывается тем верхним, на котором расположен прямоугольник. А данное действие мы сейчас будем применять к видимому верхнему слою. Выберем любой цвет и попытаемся залить. обратите еще раз внимание, наш слой в данный момент активен и он выделен. Вот фон. И щелкнем вокруг. Здесь ничего не изменилось на верхнем слое, а на нижнем мы залили всю область соответственно, но та область, на которой находился наш черный прямоугольник на верхнем слое, она не учитывалась. вот таким образом работает вот этот механизм сводить слои. А теперь давайте взглянем, как работает заливка, если у нас есть уже готовое изображение, обычная фотография в формате JPEG. Также сбросим настройки по умолчанию. Если я, например, сейчас возьму и щелкну непосредственно по желтому цвету нашего цветка, видите, как происходит заливка. А если я увеличу порог, видите, каким образом она взаимодействует с цветом нашего изображения. То есть оно как бы распространяется дальше и пытается все залить. Если бы я бы выбрал самый максимальный порог и щелкнул, например, то произойдет следующее. конечно, идет некая временная обработка, мы просто зальем все черным. Вот таким образом работает вот этот механизм порога. В принципе, основные настройки мы рассмотрели. В следующем видео мы познакомимся с одной из такой интересных команд, которые есть в GIMPY, которая называется очистить, хотя вы мне скажете, а что особенного в этом? ведь это обычные клавиши DELETE, удалить. Есть именно некие ограничения и есть те механизмы, которые часто путают, например, эту команду с пунктом такой, как вырезать меню и очистить по-разному влияет, например, на наше изображение, есть там, например, альфа-канал, канал прозрачности или нет. Об этом вы узнаете в следующем видео. А на сегодня все. спасибо и до свидания. и до свидания. Спасибо.